Флаги дву государств, торжественная обстановка зала приема в облсполкома, канцелярские принадлежности для пометок и записи, одним словом, официоз. Но женщины на то и женщины, чтобы из любого мероприятия сделать праздник. Не изменили они своим принципам и в этот раз. Непринужденная атмосфера, общность взглядов и, конечно же, желание творить совместные и нужные человечеству дела, все это чувствовалось с самого начала. Прочувствовал сей факт и заместитель председателя Брестского облсполкома Николай Токарь, который рассказал и об экономике региона, и о промышленности, и о том, что есть и что еще будет сделано. Роль женщины во всех этих достижениях недооценивать нельзя, потому ее нужно активизировать. И члены общественного объединения Белорусский союз женщин и их коллеги из Лиги женщин Польши двумя руками за. Потому и собрались вместе, чтобы подписать договор о сотрудничестве. Проект соглашения предполагает обмен опытом, естественно. Мы уже начали знакомство с нашими женскими организациями. У нас самая крупная и старейшая организация в стране. В нашей организации 189 тысяч. Я думаю, что будут интересные совместные проекты. И уже сразу могу сказать, что нацеленность у нас очень серьезная. Как с их стороны, так и нас. Это будет не просто такое рамочное соглашение, наполненное конкретными делами. На основе такого соглашения мы сможем нормально, перспективно работать, сотрудничать, принимать наших подруг и обмениваться мнением и нашим опытом. Нам, конечно, намного сложнее, чем нашим белорусским подругам. Потому что я знаю, что у Белорусского союза женщин есть огромная поддержка государством. Огромная поддержка. И мы должны добиться того самого. Потому что у нас же в обществе половина, и мужчин половина. И почему? Да, мы сильные. Не буду говорить, что сильнее. В рамках соглашения планируется проведение немалого количества интересных мероприятий. Одно из них – участие белоруса к международному фестивале, посвященному певице Анне Герман. Также уже в ближайшее время реализуется социальный проект, стартующий в Брестской области. В его рамках мамы с детками-инвалидами смогут оздоровиться в санаториях Польши. И, конечно же, во многих вопросах умные женщины будут искать поддержки у успешных мужчин. Николай Токарь заверил, что она оказана будет.